Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Что делать, если жизнь после смерти окажется не такой, как учит Церковь? Это интересный вопрос, поставленный на ребром, чем докажешь, что прав Христос, говорящий обитель Отца моего, многие суть, а если не так, то, поверьте моим словам, иду приготовить место вам, а вдруг там его не окажется. Ну, во-первых, само доверие словам Христовым, то основание, на котором мы живем, и верим, и уповаем, и вожделеем, чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Несомненно, что предположение о неожиданной развязке, а все оказалось совсем не так, от лукавого, который стремится вселить в нас недоверие к словам Господа, к благовестию, Евангелию. Извинительно, египтянам такое наивное ожидание грядущего мира, неведомого, с книжкой мертвых про запас. Ведь книга мертвых египетская была создана не для того, чтобы ее читали живые. Ее полагали вместе с безжизненным телом туда, в будущую жизнь, где и надлежала с ней уже знакомиться, как озаглавил один наш церковный автор свою прекрасную книгу «Что делать, если вы все-таки умерли?» Но обнаружение себя в новой реальности, когда душа отделена от тела, несомненно, застигает душу врасплох. Ту душу, которая, не веря словам Христа, не оказывала соответствующих усилий для того, чтобы день тот не застал, как тать в ночи, ибо те, кто упиваются и те, кто каким-то иным образом прожигают свою земную жизнь, сказано «в ночи упиваются» и «в ночи безобразничают». Ночью же именуется как раз не принятие слов Христовых, а той реальности ясной и очевидной грядущего дня, наступающего после земного времени. Очень полезно, со вниманием читая утренние молитвы, напоминать самому себе, как сказано в одной из них, что «ночь жизни сей благовослови Господи и помоги преодолеть беспреткновенно ради достижения грядущего дня встречи со Христом». Все мы знаем в нынешней жизни, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. И только тогда, когда завершается земная жизнь, и я узнаю будущую реальность, так же ясно, как сам познан от того, кто меня сотворил. Эти слова апостола Павла уберегают нас от сомнений в том, что реальность, которая откроется перед душой в вечности, может не соответствовать тем ожиданиям, которые нам сам Христос предлагает в Своем Слове. не как незнающий или только догадывающийся, а как подлинный свидетель и участник небесной божественной реальности. И так отвечает он сомневающимся иудеям, «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от мира сего». И свидетельствую о том, о чем знаю, а не о том, что предполагаю. И вся жизнь Христа Спасителя, и смерть Его, и воскресение является тем самым залогом истинности Его слов, которые делают нашу Церковь и тех, кто, веря в воскресение Христова, принадлежит к ней несокрушимыми и перед лицом самой смерти, и несокрушимыми в той вере, которая обнаружит когда-то истинность всех слов Господних и реальность нашего пред Ним предстояния в обстоятельствах Его второго страшного пришествия для определения вечной участи каждого из когда-либо живших людей. Потому не стоит томить себя такими предположениями, а лучше взявшись за гуж и припоясавшись как купленный раб и, засучив рукава, положить остаток дней своих к тому, чтобы, избежав всех тех зол, которые, страшных последствий жизни безответственной, жизни рассеянной, жизни чуждой Христа и достигнуть всех тех благ, которые обещал Господь любящим Его. Субтитры создавал DimaTorzok